Друзья, напомню, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, и я уверен, что заметили у нас в эфирной студии гостя. Мы приветствуем искренне. У нас сегодня Владислав Зубков в гостях, организатор фестиваля We Color. Что за фестиваль, где и как, и что мы сейчас будем выяснять. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ну, в общем, завтра, друзья, всё случится. Если вы не знаете, что это такое, мы сегодня попытаемся вам рассказать. Ну, а так, насколько я знаю, завтра 15 часов в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» на проспекте мира. Все желающие разрисовать себя и любящие краски различные, цветные, добро пожаловать. Владислав, ну, у нас первый вопрос с Романом. Что это, зачем и почему? Для чего нужно вымазывать себя красками? Идея. Это развлекательное вообще мероприятие, то есть направленное для развлечения молодёжи. То есть и краски это, чтобы не было скучно, чтобы было ещё ярче, то есть, как обычный музыкальный фестиваль, только с использованием красок. Слушай, а как пошло это вообще? Откуда это? Случайно ли это нарочно? Как бы, как впервые это пошло в народ? Ой, я, честно, даже не помню. Слушай, ну, вымазывали себя с древних времён. Индийцы даже, племя так и так далее. Да, да, это всё в Индии вроде пошло. То есть у них это идёт холли, у них это как бы религиозный такой праздник. А в России он больше развлекательный, то есть это простое мероприятие, то есть нет никакого подтекста религиозного. Ну, если коротко, и так ребята приходят, кстати, возрастных ограничений никаких нет абсолютно, да, дети, молодёжь, взрослые, пожилые. Приходят в назначенное время, в назначенное место, и далее 4 часа, музыка со сцены, выдаются краски. И как происходит сам процесс вот этого вот вымазывания? Есть специальные люди, художники, да, по измазыванию пиротехники. Они в основном то есть сами играются, это так вот пуляются красками, как они любят говорить, то есть молодёжь. Руками? Чем это происходит? Да, берут, то есть открывают пакетик краски, сыпают себе на руку и начинают пуляться между друг другом, обсыпать друг друга. И также участвуют в залпах, вот это такая основа мероприятия, то есть когда все вместе под музыку делается отсчёт 3-2-1, и вот этот красочно яркий залп поднимается. Договариваются, каким цветом будет зал? Нет, нет, у каждого разный, кто подходит, кто какие берёт, синие, малиновые, то есть все различные цвета. Я думаю, что очень важно сказать при этом, что краски приобретаются там, на месте. Да, да, сразу на месте. Выбираешь себе свой любимый цвет, платишь за него совсем небольшие деньги, ну и соответственно вымазываешься, потому что краски же должны быть ну не абы какие, не любые. Вопрос пришёл от мамочек. Сложно ли отстирывать краски? Нет, это, они легко отстирываются, совершенно легко, они даже в принципе их отряхнуть можно, то есть... Из чего она, скажи, из чего делаются краски? 98% это злаковая мука, это злаковая основа, да, да, и пищевой краситель. Они ещё и вкусные, потрясающе. Но на вкус они как мелкие. Видимо там не кормят, смотри, на фестивале, да, есть только вода и краски. Ну, что меня ещё удивило, в общем, аллергических нет, да, реакций? Нет, нет, нет. Слава богу, самое главное, да. Что меня ещё и удивило, читая о вашем фестивале, я узнала, что там ещё идёт розгрыш призов и подарков, а вот их за что раздают? Ну, чтобы было тоже, как сказать, интереснее и посетителям участвовать в конкурсах. У нас очень много конкурсов проходит, совсем разные подарки, начинает тоже пакетиков краски, вот, заканчивая айфонами и различной другой техники. На минуточку, слушайте. Есть ли какое-то жюри, то есть можно, например, раскраситься, да, какой-то боевой раскрас, или в фильме «Аватар», например, прийти синим на сцену. Есть такое, и за самый художественный раскрас тебе что-то дадут, расскажи. Да, мы проводим у нас на мероприятиях обычно конкурсы такие бывают, то есть за самое креативное фото. Компании из детишек собираются, делают такие фотографии совершенно необычные, там, кто переворачивает друг друга, держит за ноги, то есть и так далее. И потом мы выбираем по специальному хэштегу, который они выставляют в социальные сети. И информация вся ВКонтакте в группе WeColor, да? Да, да, да. Правильно я понимаю, Владислав, что если, например, чей-то ребеночек замечательный, дочку, сыночек, упросил, уговорил своих родителей отправиться на этот фестиваль, то родители, которые согласились, они должны быть тоже готовы, собственно, к тому, что они будут вымазаны и выкрашены. Не получится стоять в сторонке, да, и стать сыном идеально чистым. Ну да, то есть там в основном все, то есть... Попадают под одну волну красок. Что касается возрастных вот рамок, расскажи, их нет, понятно, но люди приходят, какого возраста в целом? Основная аудитория это от 12 до 18 лет, то есть это вот, наверное, 80% всех находящихся на площадке людей. А остальные 20%, так сказать, это либо родители, которые приходят с своими детишками, либо это постарше, взрослые, то есть у взрослых тоже там достаточно много кто приходит. Любят порезвиться, да? Ну да, отдохнуть. Друзья, фестиваль красок Уикар завтра пройдет в Москве в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон». Подробности еще мы вам в ближайшее время обязательно сообщим, но также посмотрим, кстати, видео коротенько, что это, как это, будете в курсе. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна ЭПМ». Чем больше знаешь, тем интереснее жить, а с хорошей музыкой интереснее вдвойне. Телерадиоканал «Страна ЭПМ». Только в нашем эфире ежедневно. Звездные гости, новости, наука, исторические факты, кино, города России и мира, культура, автомобили, путешествия, полезные советы, книги, спорт, все краски жизни и лучшая музыка. Телерадиоканал «Страна ЭПМ». Один на всю страну. Друзья, он живет яркой жизнью, такой же, наверное, как убранство нашей студии. Владислав Зубков, основатель фестиваля «Уикар» сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ЭПМ». Сколько лет фестиваля, Владислав? Мы проводим уже более трех лет. То есть, когда начинал, это 17 мне было. Да, вот мы более трех лет проводим. А так, вроде, в России уже около пяти. Ну, вы уже, в общем-то, вот это совершенно обширный обхват. Это точно все Подмосковье, абсолютно все города. И вот буквально с начала июня все это стартует практически каждый день у вас там с 1 июня по всем городам. Или есть еще какие-то города по России, куда вы отправляетесь? Может быть, зарубежные гастроли? Нет, нет, у нас по России, да, мы в своем городе, в Курске, мы тоже ежегодно делаем мероприятия. Также по Черноземью катаемся, вот, до которой ближе к нам находятся. И вот только с прошлого года мы начали по Подмосковье делать. Осваивать Москву и территорию прилегающие. Мы тогда готовы сейчас, друзья, предоставить вам видео небольшое. Просим наших режиссеров запустить ее, а Владиславу попросим как-то описать и прокомментировать все, что мы увидим. Что творится, да. Где-то, да, и что. Итак, фестиваль красок, WeColor, друзья, смотрите внимательно на экраны. Ну, вот что мы видим, ведущие на сцене. Огромное количество ребят, люди разного возраста. Разокурашенные, боже, боже. Я всегда ведущий, да, у мероприятия, Владислав? Да, да, это вот Петя Жарких, это наш основной ведущий. Постоянно с нами во всех городах. Он, я понимаю, проводит как раз эти конкурсы, но обязательно у вас участие еще и известных артистов каких-то при этом, да? Да, да, да. Со своими песнями, концертами они выступают. Ну, вот здесь мы не увидели сам процесс, так сказать, обрыв, вымазывания красками. Здесь уже все разноцветные, уже все цветные, красивые. Слушай, а кабинок для приодевания нет, я так понимаю, никаких, да? Есть, есть у нас, то есть на тех площадках, где мы проводим. Ой, боже, какая красота. То есть, в принципе, можно, кто-то постесняется, пойти в таком виде по городу, есть возможность переодеться, зайти, да? Да, да, конечно. Вот! Вот оно, наконец-то. Очень красиво, очень красиво. Слушайте, правда, молодцы. А вот уже вручение дипломов победителям за участие в конкурсе. Слушайте, огромное количество людей, Владислав. Сколько тысяч собираете на... Ну, это вот было в Курске, мы делали, там около полторы тысячи человек ходилось. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь еще участники, может быть, спортсмены, сноубордисты, скейтбордисты приезжают, велосипедисты, вот есть такое вот у вас? Да, на многих фестивалях, мы еще, правда, не практиковали это, но на многих фестивалях есть свои активные зоны, то есть зоны интерактива. И там как раз и спортзоны, то есть и скейт какие-то зоны и так далее, то есть достаточно много их. Как началось это в твоей жизни? Вот в Курске почему это все тебе захватило? Руб, наверное, с этого. Есть ли художественное образование у нашего гостя? Как она, любовь к краскам. Как она возникла, да, вообще эта страсть у тебя? Как обычно, листал ленту ВКонтакте и наткнулся на фотографию такую яркую, красочную, вот, захотелось посетить данное мероприятие. Это в Курске все было, да? Да, 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 это в Курске. То есть кто-то тебя уже обогнал там? Да, изначально меня обогнали, но сама идея, то есть потом организовать у меня появилась быстрее. И получилось, сначала захотел его посетить, потом подумал то, что, а почему бы и самому не сделать? Конечно, это же проще куда-то идти, если я сам могу. И нашел площадку, нашел краску, нашел артистов и все остальное. Ну и сделали такое мероприятие. Ответ на секундочку, нашел краску, нашел артистов, собрал людей тысяч, так, пять и организовал мероприятие. Сейчас уже много городов, много повидал. Скажи, пожалуйста, где самая яркая, самая такая креативная, может быть, самая отрывающаяся публика была? Вот пока вот из тех городов, которые ты уже видел, где был фестиваль? Ну это в Курске, конечно, то есть в своем родном городе. На родине фестиваля. Так, ну по Подмосковью, если смотреть, больше всего нам понравилась Электросталь. Вот 11 числа она была, 11 июня. Очень круто там, очень хорошие дети. И вот два последних, наверное, Люберца, Зеленоград. Это те, которые выделяются больше всех, а так все отлично. Владислав, вот мы видели только что, во всяком случае, пример Курска. Это какой-то, ну, стадион на улице, парк какой-то, да, предоставлен. А завтра же у вас площадка торгового развлекательного центра «Золотой Вавилон». Ну, окей, там были. Где вы там, на парковке, где вы там собираетесь? Там будет на крыше проходить мероприятие. Ах, вот оно что? Да, там, то есть, парковка на крыше. Есть небольшой такой уголок, где крыша достаточно высокая, сами барьеры. И вот там решили провести. Это не под открытым небом, да? Под открытым небом, да, 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 будет. И так еще и на крыше, то есть. И все это, как всю краску будет пыль тут сдувать вниз. Друзья, кто отправится завтра за покупками, да, машины ставьте, конечно, как-то подальше от торгового центра. Иначе поедете. Приехали на красный, вы едете на синий, на голубой машине. Скажи, пожалуйста, сам ты принимаешь участие, а выходишь с мешочками, краски, пускаешь ее как, подаешь ли пример? Когда только бывает время. То есть там вообще не до этого. Там очень большая суматоха и в плане с артистами, и с краской. И даже вот следить за порядком иногда тоже приходится. Слушай, это очень важно, конечно. А разнимать или что? Нет, нет, там в основном следить за всем чоп, но иногда кто приходит, умудряется даже приходить с мукой, допустим. Мукой обязательно, это хулиганы, есть такие прям хулиганы в фестивале красок. Да, приходят с мукой, то есть это, ну это небезопасно даже. В принципе, вот отнимаем. Скажи, пожалуйста. Кошмар. Вот сейчас идет курортный сезон, есть ли такое, что фестиваль WeColor поедет по городам Черноморского побережья с гастролями? Мысли такие. Артисты просто ездят, как вы вот к этому относитесь? Да, мы очень хотели сделать на побережье вот Черного моря. Это все в купальниках, это же самое то. Да, пена, краска, все это. Да, пенную вечеринку плюс краска, то есть там, ну тоже очень трудно найти площадку хорошую. Это у нас сейчас просто по всей стране люди слушают, смотрят, и я надеюсь, что Анапа, понимаешь, Геленджик, Ялта, все как раз сейчас. Да, да, это в планах. Итак, завтра Москва, 15.00, торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон», есть возможность подарки какие-то получить, призы очень ценные. Вход, между прочим, свободный, как мы выяснили, деньги не нужны, но только на покупку красок, да? А все-таки краски вот эти специальные какие-то нужны, да? То есть с собой нельзя не принести, может быть, натуральные какие-то красители. Сухой гуашь, может быть. Подробности позже. Мы вернемся, продолжим общаться с нашим гостем. За лесом воле-поле, а на небе дождик тучи, За побережье море-море, за морем горы круче. В небе шальные птицы, им бы только не расписан, но вероятен случай. Ты все начнешь сначала, ты с ума свела немало. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, Что есть шальные птицы и что это не годится. Может, я тот отважный? Где ты скитаешься? Ну, где скрываешься? Где людей? Возьми меня с собой. Я тот безумный ведьма, и я могу быть с тобой. Ой, ой, ой. Просто ты одинокий остров, На море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, И ты не будешь больше отшельницей любви. За океаном реки, за рекой лес и горы, То, что стоит навеки, остальное разговоры. Ты все поймешь однажды, А уже когда не важно, но может очень скоро. Ты сама собою, где-то будто бы буря в море, Не сможешь быть другою, это точно я не скрою. В небе шалеют птицы в море, Болтают рыбы, им лишь бы с кем-то спорить. Где ты скитаешься? Ну, где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собой. Я тот безумный ведьма, и я могу быть с тобой. Ой, ой, ой. Ты просто, ты одинокий остров, На море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, И ты не будешь больше отшельницей любви. Где ты скитаешься? Ну, где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собой. Я тот безумный ведьма, я могу быть с тобой. Ой, ой. Просто ты одинокий остров, На море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, И ты не будешь больше отшельницей любви. Просто ты одинокий остров, На море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, И ты не будешь больше отшельницей любви. Друзья, как креативно провести своё свободное время, Подскажет вам телерадио канал Страна ФМ И наш сегодняшний гость Владислав Зубков. Завтра у вас есть возможность оказаться на фестивале красок Кубиколор в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон», как носит лозунг фестиваля «Добавь красок в свою жизнь». Красиво. Спасибо. Кто придумал? Чья идея? Вообще она гуляла по интернету, то есть на всех фестивалях эти лозунги были. Скажи, пожалуйста, там же не все краски можно использовать. Мы очень хотели поговорить серьезно об этом и предупредить тех, кто завтра захочет отправиться к вам, чтобы они не несли ни в коем случае с собой никакие самодельные краски, потому что есть такие умельцы, которые варят краски накануне, что-то там смешивают. В общем, подробнее тебе, Владислав, надо рассказать. Да, да, многие на фестиваль приходят со своими красками, которые пытаются сделать домашних условий. Это категорически запрещено нашими правилами. Мы везде об этом говорим, пишем. Все равно умудряются как-то проходить и обкидываться. То есть это небезопасно. Также приходят с мукой. Очень много муки. Федерация мельников, наверное. Да. Там, если посчитать, сколько мы отнимаем за мероприятие, это муки там... Потом еще на автопарте хлеб печете, понятно. Свою пекарню открывать можно. Поэтому везде сообщаем и будем сообщать. То есть это небезопасно. И жесткий осмотр, досмотр перед входом на фестиваль. Поэтому, ребята, даже не надейтесь, даже не мечтайте. Лучше приходите, покупайте, приобретайте какие-то хорошие краски там на месте. Между прочим, сейчас фестиваль на самом пике. Мы надеемся, что так это и будет продолжаться в следующие сезоны. За всем можно смотреть ВКонтакте. Правильно? Да, все верно. Куда фестиваль отправится после Москвы? После Москвы мы берем такой небольшой перерывчик. И потом, как и говорили уже, в планах по побережью нашему, по Краснодарскому краю покататься с этими фестивалями. И не только, между прочим, с фестивалем ВКолор, но и остальные еще какие-то фестивали. Что еще у вас в наличии? Какие фестивали? Пенные вечеринки. Вечеринки для всей семьи. Это на пляжах. Тоже такие различные зоны активности. Там тоже очень весело. Ведущие конкурсы и все остальное. Но в основном это пенные концерты. Слушайте, ведь само собой разумеющееся, мне кажется, сразу же после фестиваля красок делать пенную. Ну, чтобы это как-то еще людей обмыть. И потом заплыв. И потом заплыв где-нибудь. Это праздничный заплыв, да. Ну да, то есть практикуем такое. Есть ли какая-то группа, может быть, девушек или парней, или смешанный коллектив, который разогревает народ, показывает, как обмазываться правильно на сцене штатный какой-нибудь коллектив фестиваля ВКолор? Вообще у нас волонтеры, то есть на мероприятии бывают. Они помогают нам в плане организации, народу помогают. Вот, то есть кто пакетики, даже не может открыть. Есть какой-то мастер-класс, да, вот как... Ну, это мы все показываем. То есть, да, подходят, спрашивают, как обмазываться, как что делать с этой краской. А есть ли такая уже бригада, которая, ну, вот фанаты-фанаты-фанаты фестиваля краска путешествуют с вами по всем городам? Даже не моются просто в интерьер-фанаты. С одного фестиваля на другой, да. Да, заводила такие есть. Вот парень с нами, по-моему, города 3-4 прокатался. Объездил, так. Да, начиная с химок, закончил он, по-моему, в электростале аж. То есть в костюме Деда Мороза приходил на мероприятие, мы его запомнили. Чем занимаются дети хиппи, Саш, мы наконец-то узнали. Они посещают фестивали красок. Четыре часа длится это действие, вот завтра в 15 часов начнется, и, соответственно, во сколько, посчитайте мне, пожалуйста, во сколько завершится. Во сколько начнется? В 15 часов начнется. В 15, значит, в 19. Значит, в 19 завершится. И все четыре часа вот эти вот прыжки под музыку, танцы и веселье. Есть те, которые вымазались и ушли просто, им больше не надо? Да, конечно. Бывают такие, да, то есть. Самые возрастные участники, которых ты встречал, и которые делились впечатлениями. Дед Мороз тебе уже сказали. Ой, это в Белгороде, по-моему, если не ошибаюсь, то есть там бабушки с дедушками были. Какие молодцы! Вот это прекрасно! Дыхали, веселились активно так. То есть очень весело им было. И вымазались. Что ты ждешь вот от... Куда идут эти фестивали? Что дальше может быть? Как-то будет пена объединяться с красками, или какие-то водные краски появятся? Ты бы что хотел? Вот как человек, который внутри этого всего процесса. Вообще, мне кажется, уже что-то пора новенькое думать и совмещать с этим, то есть даже не пенные вечеринки, а какую-нибудь другую, так сказать, движуху для молодежи. Вот думаем, ищем, что можно... Можно, знаешь, как, например, сделать... Взять коптер и с коптера сбрасывать краску на людей. Как вариант. А у меня вот такой вопрос. Алкогольная продукция продается на фестивале? Нет, нет. Алкогольная, табачная продукция, все это запрещено категорически. То есть это как бы там дети находятся, вот. То есть мероприятие в основном детское и запрещено. Кормят вообще, скажи, есть возможность приобрести какую-то пищу, напитки какие-то? Да, конечно, там есть зона фудкорта, то есть где можно подойти, перекусить, покушать, выпить такие кладительные напитки, то есть когда жарко. Вот это все есть, все имеется. Приходят ли артисты к вам на халяву снимать красивые клипы? Потому что у вас такая чудесная массовка. Такого еще не было. Ну вот мы видели то, что, по-моему, если не ошибаюсь, в 2014-2015 году у Мота вот «Мама, я в Дубае» трек, там вроде тоже вот на красках он где-то был. Не ваши, нет? Вы выезжал на краску где-то, видишь, что уже даже был. Может быть, студенты институтов, которые занимаются рисованием, может быть, художники будущие тоже как-то обращались. Выпускной, да, к вам провести. Перформанс, там что-нибудь, нет такого? Да нет, такого не было. Я тебе столько идей уже накидал. Тут еще я подумала, что корпоративы уже можно подобные тоже устраивать. Владислав, да, мне кажется, вас приглашать, а вы все организуете. Почему бы и нет, взять и вот такой вот день рождения коллектива, предприятие какое-то, отпраздновать в краску. Что у тебя, кроме красок в жизни, как еще развлекаешься? Куда еще свободное время тратишь? Ну вот в доставку, то есть сейчас стартуем с таким бизнесом, то есть он пока что на пороге открытия, так сказать, подготавливаемся. Это логистика из Китая, грузоперевозки. Пытаемся сейчас заканчиваем, так сказать, зону маркетинга. Ну это бизнес, а что... Ну это уже понятно, что парень-то, в общем-то, не пропадет. Владислав, хочу узнать, какое образование у тебя, где ты учился? Сейчас вышку заканчиваю. Заканчиваешь? А что именно по профессии кто ты будешь? Бугаловский учет. Бугаловский учет. Отлично. Но творческая натура абсолютно, потому что связался с красками. Ну и жилка, конечно, бизнесмена также присутствует. Очень красиво, очень яркий будет, скорее всего, диплом. Друзья, мы обязательно продолжим общаться с нашими гостями. Напомню, что фестиваль красок у вас завтра есть возможность посетить. В Москве, в Золотом Вавилоне, в Дорогом Развлекательном Центре, 15 часов. Ну а пока у нас гости из будущего. Телерадиоканал «Страна ФМ». Да, все краски жизни. Больше не будет этих глаз. Я растворялась в них, Придавая саму себя. Больше не слышать слабких фраз. Я отключила звук. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Они срывали мои цветы. Завевали венки. Пожалеть не могу. Так отела сама. Чтоб сразу и больно. Он чужой, он чужой, он плохой. Ничего не говори. Ведь он унес мое сердце с тобой. Он чужой, он чужой, он плохой. Ничего не говори. Он — это лучшее, что было со мной. Пройди по шагам мои дни. Оу-е. Все было бы так же. Больше не будем одни. Вырвано с корнем. Погибаю от жажды. Нежно шептала тюэмами. Путала фразы, губы кустала. Разрывалась на части от любви. Хотела, летела и упала. Он чужой, он чужой, он плохой. Ничего не говори. Ведь он унес мое сердце с тобой. Он чужой, он чужой, он плохой. Ничего не говори. Он — это лучшее, что было со мной. С тобой. Нежно шептала тюэмами. Путала фразы, губы кустала. Разрывалась на части от любви. Хотела, летела и упала. Путала фразы, губы кустала. Он — это лучшее, что было со мной. Он — это лучшее, что было со мной. Друзья, пожалуйста, подумайте хорошенько, каким цветом вам хочется завтра выкраситься. Может быть, вы давно мечтали, чтобы у вас была синяя кожа или малинового цвета. Возможно, салатовый цвет вам ближе всего. Может быть, шереп селеный. Оранжевый, да, бирюзовый, фиолетовый, желтый. Именно такие краски в наличии на фестивале красок завтра в Золотом Вавилоне у вас есть возможность посетить, вымазаться, весело, по-доброму потанцевальщику, получить серьезные призы, для которых айфон, насколько я поняла, даже есть. Что надо сделать, чтобы... Вот вопрос такой, который на поверхности. Что надо, чтобы получить заветный гаджет? Скажи, ну что это за подвиг творческий должен быть? Ну, первое, это... Или оптовая покупка краски должна случиться? Там все вместе, как бы, то есть. Ну, самое основное, это сделать репост данного мероприятия, чтобы побольше народа узнало о нем. Давай пошагово, пошагово. Значит, делаем репост мероприятия. Дальше. Делаем репост мероприятия, приходим на это мероприятие, покупаем пакетик с краской. Семь цветов берем комплект. Даже один. Можно один, хорошо. Да, можно один. Дается купон. Давай расскажем, сколько стоят краски. Ну, люди должны понимать, сколько нужно взять с собой денег. Пакет краски стоит от 100 рублей. Так вообще, если брать один пакетик, мы продаем по 150. Большой или пакетик? Сколько там вообще? 100 грамм там, то есть. Ну, в одного пакетика хватает поучаствовать и в залпе, то есть, и обсыпать друга. Делать из него там зеленого шрека. Так, хорошо. Синевого тара. Все, значит, мы взяли краску. Дальше у нас что? Дальше мы даем вам купон, отрываем часть, то есть, номерок, и все, такой ящичек складываем. Понятно. И случайным образом потом выбирается победитель. Да, да, и случайным образом мы вызываем на сцену любого из участников, и он сам тащит оттуда данный номерок. Кто побеждает, мы объявляем со сцены, человек выходит, мы его награждаем, делаем фотоотчет, что это все было на мероприятии, что это не какое-то разводилово, как среди... Что такое бывает? Ты не разводилово, да? Нет, нет, просто многие не доверяют. Вконтакте, вообще в социальных сетях очень много же бывает. Сделай репост, получи там какой-то приз, то есть, у нас все честно, дорожим своей репутацией. Значит, у вас гаджеты, по-моему, денежные сертификаты, да? Ничего не путаю? У нас гаджеты, денежные сертификаты бывают тоже, да, мы тоже их вручаем, другие различные призы. Краску, может быть, дайте. Да, краску обязательно, у нас очень много пакетов разыгрывается на самом мероприятии, это краска. От наших тоже партнеров призы, это может быть и кондитерские какие-либо, то есть там 10 килограмм конфет, допустим, то есть, ну вот такие вот подарки. Очень хорошие, полезные и вкусные в основном. Владислав, скажи, пожалуйста, а как вот можно себя как-то уберечь на фестивале, если ты попадаешь все-таки от огромного количества обилия красок? Потому что даже если смотришь ваши фотки, видеоматериалы, то видно, у кого-то всего лишь один какой-нибудь там, такое, знаете, небольшое напыление, а кто-то весь, с головы до пят. Очки, может быть. Да, да, многие приходят в очках, кто-то приходит, вот не помню, как точно костюм этот называется, кигуруми, что ли, то есть тоже такой. Пижамный такой костюм. Да, 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 вот такая пижама, то есть в пижамах приходят на мероприятия дети, в очках, кто-то в масках. Плавательных причем. А кто, как правило, вымазан больше? Тот, кто ближе к сцене находится, в середине или где-то на окраине? Ну, в основном тот, кто в середине, потому что когда идет зал, вся эта краска начинает разлетаться, попадает друг друга, когда они только вверх ее начинают подбрасывать. Мальчишки или девчонки больше мажутся, как по статистике? Девчонок вообще, в принципе, больше на мероприятии, где-то процентов 70. Вот ты сейчас сказал об этом, и многие мальчишки решили, что пойдут. А сама выкарска, она происходит по команде, по какой-то там, на старт, внимание, марш или на счет три, закрываем рты? Сами залпы, да, там мы даем отчет, то есть в определенное время, следуем концертной программе, в определенное время идет залп, ведущий дает отчет, то есть либо это кто-то из приглашенных гостей, артистов, мы тоже хотели договориться, чтобы сами артисты сделали этот залп, запустили отчет. А так дети сами приходят, купили краску, и уже все, у них там красочные бои уже начались. Они даже не ждут специальной команды, они тут же у прилавка высыпали все на себя. Интересно, какого цвета, наверное, одежда у охранников мероприятия, у секьюрити, понимаешь, если есть люди, которые присматривают за порядком, наверное, самые веселые. Мне кажется, они, наверное, тоже вымазываются в процессе этого, нет? Ну вот мы в Балашихе были, 23-го, и получается, охранник даже подходил, покупал краску, вот, но мы ему дали, соответственно, он сделал себе камуфляж, Саша. И он побежал своих сослуживцах, так, или коллег, начал ее пачкать, бросаться. Какая заразительная история у вас, вот видите. Ребята подумали, что снимается в фильме «Команда», вторая часть, понимаешь, тоже можно раскрасить. Друзья, завтра в 15 часов, лето, каникулы, конечно, с детьми, с друзьями, не знаю, с одноклассниками, одногруппниками, если есть возможность. Ну и взрослые, видите, вот бабушки, дедушки тоже, между прочим, если скучаете как-то, отправляйтесь в торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон» на проспекте Мира на крышу. Все будет очень красиво происходить, фестиваль красок «WeColor». Ну, во-первых, весело, все краски будут на вас, во-вторых, есть возможность там хорошие какие-то призы, подарки. Пообщаться с хорошими, креативными людьми. У нас сегодня был в гостях Владислав Зубков, организатор этого фестиваля. Мы тебя благодарим. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Спасибо. Классное, яркое мероприятие. Пусть все равно живет долгие годы. Удачи, и завтра, может, увидимся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.